Телеканал КРТ представляет Был у нас пожар в нацполиции В Соединенных Штатах запретили к показу, внесенные ветром Ну прям вот, прям что так Венедиктова пожаловала, что группа поддержки Порошенко порвала пиджаки штатной охране Генпрокуратуры А почему Петр Алексеевич ее рекламирует? Ну, наверное, хочет роялти Лучше 2 миллиарда в кармане, чем 2 транша в небе Верховной Раде начали подозревать, что белорусские лобстеры могут быть не белорусские Обязательно надо создать наблюдательный совет Самое главное Это та дорога Гройсмана, которая ведет к стенению ценюка Боль и жаль, это 2 раздельных слова Германия, Шефир, Офис Боли Есть позитивы Он неплохой акробат Ну, то есть, как бы, кто там? Иллюзионист А как он будет доставать деньги из бюджета? И вот так вот Было ли это встреча с избирателями? Ну, он должен быть тоже в пене И должен, как бы, залазить на вашем виде Доброе субботнее утро Сегодня ваша любимая передача «Три кандидата» В гостях у нас сегодня наш друг, политолог, кандидат наук Игорь Рейторович И он пришел не сам, а с новостями Но он их нам расскажет попозже Ну, то есть, по сути, у нас сегодня 4 кандидата Ну, по сути, да Пробуем новый формат Каких наук? Вы говорите, Игорь И каких-то там наук Игорь Политических А, политических Хорошо Околополитических Околополитических И что в околополитических Какие последние слухи ходят в околополитических науках? И кровах У нас столько ходит слухов и столько новостей Что это мне напоминает старый анекдот Он говорит, вы что будете пить? Водку или спирт? Я не знаю, все такое вкусненькое То есть, даже как бы сложно выбрать какую-то новость Которая на меня произвела впечатление Но, конечно, здесь Николай Тищенко вне конкуренции Я так понимаю, он решил сделать приятное всем жителям Киева Поскольку из-за карантина нам не светят курорты Он решил песок привезти в Киев Чтобы можно было загорать, отдыхать Гавайский песок Да, поставить шезлонги там, наверное Ну, судя по фотографиям Там реально с расчетом, чтобы реально весь двор вышел Да, и полежал на этом песке То есть, детские площадки стали взрослыми площадками? Взрослыми площадками, да На самом деле, мне кажется, в ходу сейчас лозунги Не просто сделать что-то, а догнать и перегнать Догнать и перегнать, да Вот поэтому тут как бы со всей спецификой Илон Мас полетел в космос, Николай Тищенко рассыпал песок И пирамидки поставил Это очень важно Не пирамидки, это гордон Стоять, это не забегайте на чужое поле А потом можно их как бы разбрасывать Это трапеции Разбрасывать Давайте от мелких пирамидок к глобальным пирамидкам У нас есть хорошая новость для зрителей Стала известна первая страна в мире, которая абсолютно сняла все карантинные ограничения Угадайте, какая? Которые их и не вводили Они угадали Какая? Новая Зеландия В Новой Зеландии решили отменить все ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19 Кроме одной Они еще пока не открыли границы для иностранцев То есть можно делать внутри все, что угодно? Да, но не выходить за периметр Ты гуляй-гуляй, но за ворота не выходи Да, и не въезжай Можно подумать, далеко уедешь ты за... А вообще, что Новая Зеландия это остров Да там вариантов немного Даже два острова, Кирилл Новая и Зеландия Главное за букини заплывать Что ты надо скажешь, Игорь? Ну, в принципе, я рад за Новозеландцев Но по-другому и не могло быть, потому что это страна эльфов, хоббитов Не знаю, там морков, да, там страна властелина Они ковидом не болеют Да, почему? Потому что Гэндальд просто пришел и сказал, я отменяю вообще COVID-19 Здесь этого не будет Просто решили напомнить о себе в новостях Ну, у них получилось Да, типа, о, Новая Зеландия Давайте поедем туда Тем более, смотрите, сейчас все кино прекратили снимать И туда и без визы нет, на самом деле Опять можно ехать в Новую Зеландию снимать Я думаю, что они на этом хорошо еще и заработают Да, хорошо заработают Так, кстати, на этой неделе была годовщина без визы, три года А вот в Новой Зеландии без визы у нас нет Поэтому пускай наш МЗС в лице Кулеба как-то поработает Как вам дистанционный Голливуд? Вот перспектива вообще, представляешь? Мы, говорят, вы там снимите себе сами на телефончик, пришлите И покажете Ну, я знаю, уже есть спектакли по зуму Говорят, что это новое слово в искусстве Ну, конечно Это интересно, как бы Самое интересное, это дискуссия после То есть, когда все начинают обсуждать, и зрители Когда включается электрика Да, электрика Самые интересные дискуссии возникают И тут кто-то, вот, который Обязательно, кто-то чавкает и шуршит конфеткой, понимаешь? И спектакль идет, а кто-то там себе При этом у него нету вот фотографии, там, видео, да? У него, значит, и значок без звука А потом, когда все заканчивается, такая фраза «Кто здесь?» Да, и когда он шуршит, его обязательно уже показывают Конечно Именно вот того шуршающего конфеты Человека, который это делает А если еще и Wi-Fi пропадает, так там вообще такая картинка ломаная Такие же графики Ой, да что о плохом, о плохом У нас здесь веселая новость, Алексей Это, кстати, вот, Кирилл, секунду Ты вспомнил Венскую оперу Боже, Венскую оперу Без визии Я только про кого в Братиславе хотел сказать Я хотел сказать о Венской опере Так, нам, кстати, тоже уже пустили на этой неделе зрителей Постоять? А за 1700 пустили только 100 А заплатили они как за 1700? А заплатили они как за 100 И такое представление для 100 зрителей Камерное Сильно Раз про ковид, значит, начали Зеленский Он много чего наговорил, но вот Начнем с самого такого вот жирного Зеленский заявил, что специально хотел заразиться коронавирусом И это не шутка И закрыться на банковой Хотелось себе пройти этот этап Ну, хотели заболеть Заболеть, да, коронавирусом Ну, почему, чтобы людям было легче все-таки Когда был у нас момент депрессии Мы собрались, я предложил нашим, что давай я заболею Сразу меня изолировано на банковой Там, посплю, там, это И проживу это нормально Чтобы люди понимали, что это страшно В каком-то вид, то есть ты можешь заболеть Что тебе плохо И я через себя это пропущу, я тебе покажу Да, но, как бы Ну, то есть Ну, то есть Так нельзя То есть надо быть изолированным Что-то путаные какие-то мысли на нашего президента Ну, смотрите, на президента он эмпат Видите, вот он хочет ощутить Если страна болеет, то он болеет Да, ну смотрите, я боюсь, после такого заявления Половина граждан могут сказать Заразите нас тоже коронавирусом И изолируйте на банковой То есть мы там две недельки посидим в изоляции Вместе с президентом Ну, вместе, ну, можно и без президента Я думаю, что, в принципе, там полный пансион Что там, бассейн есть? Спортивный зал есть На самом деле Лето — это период консервации И вот всех закрывают в банки А, думают, на банковой Законсервируйте меня Законсервируйте меня на банковой Да, на банковой, да И все нормально, как бы Свежий, как огурец А потом Огурцы Зеленый Огурки — вид президента Ну, все нормально То есть это такая эволюция От обсервации до консервации Ну, почти Как пройти этот путь за два месяца На собственном примере А мне кажется, Зеленский просто выступил Тут, опять-таки же, вамплуа такого Продюсера, как он привык Да, вот Он прикинул, что такое реалити-шоу будет И вот там Можно снимать Шоу Тумана Как Дом-2 Смотрите, можно камеру установить везде на банковой Во всех поставить в помещениях Думаю, они там и так Ну, публичность так публичность Во всех помещениях Ну, а что мы только аудио слушаем? Мы хотим видео Видео, правильно То есть, если, ну, там, назывался Дом-2 Это, да, у соседей То у нас будут называться там Банковая-12 Дом, Дом-12 Пятый этаж И должна идти на телевидение в 12 часов ночи И должна быть там Обязательно Будет называться химерный шоу Нормально Шоу с химерным Шоу с химерным И нормально Отлично По-моему, мы сейчас пару очень креативных идей подбросили И две недели вот так И можем претендовать на какое-то отчисление От идеи, которую там реализуют Да, потом, ну, надо, чтобы обслуживающий персонал тоже, соответственно, там Нет, обслуживающий персонал приходить в скафандр А как он будет отличать тогда Ермака от Шефира? Это нельзя в скафандр По наклейкам Ермак Шефир Да Штрихкод Штрихкод Я думаю, что можно так еще подумать, что это какая-то медицинско-космическая программа Нижительно приходят почти в... Наш ответ Илону Маску Да, да Вы людей в космос запускаете, а у нас космос вот просто здесь Да, да Просто здесь Космодром Ой, хорошо И показать, что, видите, президент Если где-то еще пропорисосит Или как марсианин, выращивать картошку где-нибудь там Нормально, да, прекрасно А я считаю, что, например, на банковой, ну, вот в белом же доме, помните, Мишеля Бабама Наркотка 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 Надо тоже какой-то огород Здоровое, правильное питание Тоже быть огород Там же достаточно территории Ну, найти можно Это идея для первой лети Убрать туи и посадить петрушку Можно же там, но там, где он давал пресс-конференцию в Мариинском парке Там, где он давал пресс-конференцию на заднем дворике Мариинского дворца И что там, Мариинский огород сделать? Газон, газон убрать Органическое земледелие там А кто будет работать? Как кто будет работать? Президент, первая леди Нет, все, кто провинились, трудотерапия Или так Пойди, прореди грядку Убери Я боюсь, я боюсь, Кабмин у нас оттуда вылазить просто не будет Они будут работать с утра до ночи Не получается тут, да, но будут хотя бы там работать Сапками А вся страна будет им давать советы Не так копаете, не так сапаете Знаете, кто там должен быть? Там должен быть министр АПК Вот Мы же аграрная сверхдержава Давайте хотя бы Он будет копать этот огород? Хотя бы огород посмотрим Или он его просто засеет Мы просто разверли, что мы аграрно-космическое Как классический Надо еще космического министра Которого проанонсировали И аграрного Потому что Милованов бы не справился Он же раньше пытался это как-то контролировать Не, ну знаешь, Кирину, грядочки прокопать это тоже нелегко Надо уметь То есть это, конечно Вопрос даже не физической силы Вы предлагаете трудотерапию А есть альтернативный способ наполнения бюджета и кары для чиновников Зеленский заявил, что ему выписали штраф За то, что он посещал кофейню эту в Хмельницком Ну там, где он был С Ермаком там Вот И с Трофимовым И еще с кучей неизвестных людей И даже с главным санитарным врачом То есть, я так понимаю, это каждому выписали штраф, наверное? Ну, Лешко написал, что да Да, это самое дорогое кофе в его жизни А, то есть, и он будет платить? И тут сразу подключился другой Лешко И сказал, что... Кстати, я хотел сказать, что А мы можем пить кофе? Эль Кафино Дорогой кофе, но без штрафов Пожалуйста Потому что мы следуем всем правилам, которые определены... Защищенный кофе без штрафов Приходите к нам, у нас вкусный кофе Да И штрафы не нужно платить Как вы вообще оцените, что президент у нас платит штрафы? Я за Это демократично? Это демократично, безусловно Это не первый раз Это, кстати, не первый штраф, да Да, не первый раз Провинился, заплатил Ну, по-моему, он тогда голосовал, да? Бюллетень Да, да, он случайно показал Он уже показал бюллетень, да И сразу приехали орлы Авакова И как бы... Не, все было честно, все было отлично Прилетели Прилетели, не, ну все На самом деле это очень правильно Выкопали Вот даже без шуток, да, это очень правильно То есть если как бы где-то накосячил Ну, это то, что, знаете, греки называли Исанамия равноправие Равноправие, да Вот видите, Зеленский демонстрировал Ну, вопрос, кстати, интересный Один Ляшко заплатил за все? Или каждый за себя? А там очень интересная ситуация, что суд решит Кто будет платить И сколько? Ну, они просто думали, что они пришли Пить кофе со своим санитарным врачом И это как бы, знаешь, сразу от всего спасается Ну, бездействие Ну, слушайте, у нас некоторые с термосами ходят Пьют кофе С томасами С термосами, томасами, да? Ну, персонально Зеленского заметили в супермаркете В центре Киева с тележкой продуктов Вот Мало кто его узнал из, собственно, участников этого процесса Потому что он был в маске Вот, но в мясном отделе Вот, собственно, он проявился На камеру И у нас даже есть кусочек этого видео Вот, как Зеленский там пытался... Хочется спросить, в какой маске? Он был Без Илона маска Ну, вот такой наш президент Не знаю, это первая леди не ходит за продуктами Или он решил уже... А почему тут, Кирилл, что-то за гендерное сразу? Ну, это не гендерное Это... Как это? У него загруженный рабочий день И он в Киргницком сидел Ну, что страшного? Потом сразу прилетел, пошел в супермаркет Нет, это он сразу... Это он после велопробега Смотрите, жена ему нормально там по вайберу Сбросила список продуктов Я не знаю, написала там Возьми там на холодильничке виси Да? Он пошел, скупился нормально Ну... Он же, мы же говорим про равноправие Он же не только президент Он муж Отец Семюш кормить надо Поэтому... Правильно Ну, по продуктам, конечно, есть вопросы Подождите, ну, секундочку Ну, не все же время одну шаурму-то кушать Да Надо что-то вот захотелось Каких-то продуктов Потому что, ну, человек готовит Мы скоро увидим, да, органический Что может быть более органическое, чем хамбур? А если будут какие-то мастер-классы от президента? Вы представляете вообще? Какой-то кулинарный, там, час с президентом То есть все вернется на круги своя В телепродюсирование В медиа Но при этом Зеленский предложил создать институт прав и обязанностей первой леди То есть, исходя из того, что, как говорит Алисей Он сходил за продуктами Он решил, что он не прописан Я хотел сказать Исходя из того, что он еще и за продуктами заходит Он решил как-то унормировать их семейную жизнь Непорядок Внести какие-то рамки Или красные линии, как говорит Разумкова За которые не надо выходить Силовые линии Президент уверен, что это нужно закрепить на законодательном уровне Тогда, голосуя за президента, люди будут отчетливо понимать, за что будет отвечать первая леди Кстати, при Порошенко же Марина отвечала за культурный фонд с бюджетом миллиард гривен И за шейпинг Да, на некоторых телеканалах А, шейпинг Ну да Как ты думаешь, Игорь? Это вообще стоит в точке зрения политологической науки? Идея, может быть, неплохая Потому что во многих странах деятельность первой леди регламентирована Мне интересно в этом законе будут посмотреть Там, наверное, будут два больших раздела Права и обовески И шейпинг Вот мне интересно посмотреть на раздел обовески Права там, я понимаю, это страниц 10 будет Что, куда, как А вот обовески, это интересно Слушай, мне кажется, почему надо? Потому что слот выкуплен Время-то заложено Правильно? Люди ждут Страна без руханки не может Понимаешь? Все, надо закрепить Да Нет, у нас первая леди занимается Что там, безбарьерная среда То есть важный, на самом деле, как бы проект Подожди, культурно очень интересно Что сейчас в музеях Европы появился суфлер В украинском языке в Вене В Вальбертине, да Начали с Альбертины, да Мы не можем это проверить из-за карантина, к сожалению Ну ничего, ну Я на заметку возьму Наталья, есть другой вопрос А если у нас, например, будет президент-женщина Так И у нее, например, не будет первая леди Нет, может быть, и у нее будет первая леди Первая леди Хорошо, давайте ситуацию развивать дальше И это будет первая кто? Леди Леди Ну, можно развить дальше ситуацию А если будет это гей-пара? Да Вот как? Вот как? Опять первая леди Что с ним? Тут без вариантов Так, хорошо, Игорь, вопрос Доступ в гостайне давать, соответственно? Нет, я думаю, ну зачем? Она и так все знает То есть то, что Зеленский проект проговаривается? Она и так все знает Не, смотрите, ну а как закон должен называться? Вот так и должен называться Про первую леди? Че перша панночка? Не, перша леди Это как ви? Перша леди Перша товарышка Не, перша леди, мабуть А че леди? Ну, это что наше традиционное? Общепринятый, общепринятый международный термин Слушайте, вице-лянки до панянки Панянка, должна быть панянка Перша панночка Перша панночка Нет, панночка Ну, а как? Ну, это, кстати, интересный вопрос Как соцсеменитивные Почему леди? Это же абсолютно ангажированное понятие Внешнее, да? Ну, с другой стороны, если спросить большинство украинцев Какая ассоциация со словом леди, да? Я думаю, там 90% у кого есть дети Скажут леди и бродяга Леди и бродяга Которая принцесса, да? Или принцесса Диана Можно написать закон про принцессу Я думаю, в следующий раз нам дойдет Ирина Верещух Она специалист по сексизму Она нам точно расскажет, как это должно называться Знаете, это как в одном американском сериале Там была такая странная фраза, но смешная Когда одна из героинь приветствовала аудиторию Она говорила, здравствуйте, леди, гей и между Сериалы Паухи Обамы, потому Поэтому можно было бы в Италиан Все нормально, да Сейчас уже могут прорываться Между прочим, на секундочку В тему необычных новостей В Соединенных Штатах запретили к показу Унесенные ветром Потому что фильм, да, неполиткорректный А знаете, почему неполиткорректный? Потому что он показывает афроамериканцев, которые довольны своим положением Он пока отрабствовал Да, но они довольны приехать С позитивной стороны Странный, странный какой-то такой момент И даже не смутило, чтобы, если не ошибаюсь, актриса, которая играла там няню Первая получила Оскар за эту роль Она сидела одна, что указывала, что дискриминация продолжается Мы в очень интересное время К американским новостям мы еще вернемся Но надо же докрутить тему нашего президента Первой леди И первой леди, и еще одного Или паршипанночка Ты сейчас так докрутишь, и нам потом прикрепить И еще одного существа Так вот, Зеленский, в том же Каменец-Подольском После того, как заплатил штраф за кофе Отбыл на определенное представление Где принял участие В стрельбе из лука в кабана Но я хочу сразу же успокоить Гринпис, кабан был не настоящий И все это было элементом определенного Это тот, который бегали, 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 бегали Вот эти кабаны Президент Украины Владимир Зеленский Пострелял из лука во время экскурсии По Каменец-Подольской крестости Куда он приехал в рамках своего двухдневного визита Президенту показали тир И предложили сделать выстрел самому Зеленский согласился и попал в ногу Нарисованному на мишени кабана Не убил, уже хорошо Убивать нельзя Зеленский не только ходит за продуктами Он еще и добытчик Так смотрите, все логично Он попадает в ногу кабана А потом с хамоном в магазине Все честно Пошел, добыл Это как на рыбалку сходил Знаете, стрелы Купидона И в сердце избирателя Ну, судя по всему, в сердце избирателя По рейтингам, да Все попало, все нормально 40% есть Так, Исполнительный совет МВФ Это просто новости года, наверное Одобрил по итогам заседания во вторник Предоставление Украине транша Транша в 5 миллиардов на полтора года Так что, я не знаю Есть уже там предложение в парламенте Это сделать день 9 июня День транша День транша Государственный выходной Национальный праздник Какие еще есть предложения? Нет, а можно назвать не обязательно день транша Можно назвать день допомоги У нас же часто, у нас же кредиты, заметьте, все называются Это допомога Допомога Ну, у нас и ломбарды называются допомога И всякие кредитные организации называются Допомога Да Финансовая Можно день допомоги Ну, вообще интересно у нас карго-культ Мы же народный А почему не день протянутой руки? Вот Вопрос не кто кому, знаешь А не нам или мы им? Это рука помощи День руки помощи Обязательность сразу сказать, что это не только день руки Кремля Можно сразу туда же Руки МВФ Руки МВФ Сороса И далее по списку Руки просто Просто подставляем в зависимости То есть получается день руки уже День протянутой руки Ну, прекрасно Мне кажется Позитивы, конечно, есть Выплатят зарплаты, пенсии выплатят Но есть позитивы А потом надо отдавать? Ну, про это мало думает, кто думает Главное, что тут и сейчас, правильно? Люди порадуются, зарплата придет, пенсия придет Все нормально Смотрим с оптимизмом будущее Прямо в бюджет Какая радостная новость у нас Прямо в бюджет Не криво в бюджет, а прямо Вот в этом вся основная Весь-то подвох в том, что, скорее всего, первый транш будет и последний Потому что на последующие транши выдвигают новые требования Да и на это требования немалые Ну, 2 миллиарда это 2 миллиарда А там уже То есть, лучшая карта ляжет Да То есть, лучше 2 миллиарда в кармане, чем 2 транша в небе Ну, как говорят, люди имеют 2 миллиарда И не имеют 2 миллиарда, а это имеют 4 миллиарда В этом плане Тут, как бы, все хорошо То есть, после этого можно опять пострелять из лука Да Подождите, а почему вы не рассматривали, что это какой-то вот аналогия с Рубин Гудом? Знаешь, забирать деньги у богатых МВХ и раздавать бедным Слушайте, мы такое величество идей сегодня предложили Это вообще опасно, да? Потому что это мы делаем на волонтерских основах Скажут, мы же забрали у богатых, отдали бедных Отнести в разрел рубрике «Новости молюськи» На наш министр резиденции постоянно хоть такую вот Не, ну это знаете, одну из лозунгов Пытаются завернуть в законодательные акты Дикая чужда Одно из лозунгов, один из лозунгов США Это «Eat rich» «Ешьте богатых» Вот Мы реализуем Не едим транш В тренде, глобальном тренде Кстати, про переводы Вы же видели, как перевел гугл-переводчик Лозунг Трампа «Сделаем Америку снова» Точно Или восклицательный знак Алексей, это тебе понравилось, раз ты начал за «Eat rich» Да, про «Едун» Новость «Слуги народа хотят оставить депутатов без обиденного перерыва» Вот Ну это вот, на святое покусились Это реформа Корниенко Это реформа Посчитает, что необходимо убрать эти вот вещи Которые были заложены еще в Верховном Совете ОСССР Да И декоммунизировать обиденный перерыв в 2 часа Сохраните обиденный перерыв в полчаса Внутривенно Просто Как ты относишься, Игорь? Ну я так понимаю, что Я так понимаю, что кто-то просто решил вот эту идею Что сытая брюхо к учению глухо Решил реализовать на практике Мол там депутаты не работают, а едят Значит оставим их без обеда Но я думаю, что тут могут быть проблемы Кто-то обязательно наберет необходимое количество голосов Подаст Конституционный суд и оспорит А ты не думаешь, что они будут приходить в зал Какие некоторые депутаты и есть? Они уже ели мороженое с черновилом ела Что там еще какие-то были? Не, ну там ели, да, реально что-то там с дома принесенное Как бы Оно, может быть, первый раз выглядит мило Но я думаю, что коллеги вокруг воспринимают это явно не очень позитивно Знаешь, будет похоже на укрзалезницу Когда сосед приносит Начинает распаковывать все пожитки И все такие ооо оооо Курочка, биточки, четыре яйца в судочки вот этими где они голосуют поставить холодильнички маленькие и они оттуда вытягивают я боюсь они превратят их очень быстро в мини-бары тендер объявить чтобы целенаправленно закупали туда ребята и должна быть каждый холодильник открывается только по системе рада сканируется с пальчик только-только нельзя открыть уже холодильничек но самое важное обязательно надо создать наблюдательный совет взять туда минимум 10 человек можно не только иностранцев можно некоторых наших бывших журналистов они нормально да и они вот будут за этим наблюдать будут это все анализировать с точки зрения коррупции или не там анти коррупции получает там 300 тысяч гривен зарплаты написал что коньячок бучач а сам икс опиот понимаешь там тихонечко да и как бы они таки музыка тут как бы все не не так а более того а где кто как голосует если там нормально проголосовали то значит это какой-то дополнительная часть спецобслуживания морозилочку можно использовать как сейф кстати положил заходи же недаром услуги же недаром за декларировали сколько там миллиард кэшем по моему да всего 94 миллиона в банках у них бедных а на руках больше миллиарда но вы но представьте как вот насколько журналистам которого фотографируется да с балкона будет интереснее кто что открыл кто что ест что пьет но судя по судя по тому какие законопроекты регистрируются мне кажется некоторые там уже что-то употребляют депутаты потому что целый глава комитета по социальной политике галина третякова зарегистрировала законопроект о компенсации вреда за боль и жаль боль и жаль это два раздельных слова это не имя пояснительной записке указано что проект закона относится относится к возмещению морального ущерба в общем теперь можно будет получить еще и за боль и жаль ну я думаю что мы минимум четвером можем государство тогда раздеть просто на миллиарды потому что политологам они такую боль постоянно приносят своими действиями да что страдания нас просто да ну вот бесконечно наше страдание в этом плане вообще идея прекрасная у нас других проблем в стране нет еще только законопроекта счастья надо конечно с критериями но мы уже говорили что смотрите у нас теперь уже есть офис простых решений правильно офис боли и простых результатов офис жаля департамент счастья который закрыли закрыли должен быть офис непростых решений ну ты же должен понимать должен простые это неинтересно но должен быть офис страданий офис боли офис пикантных наказаний наказание не интересно создавать агентство ну потому что оно масштабнее должно быть министерство депрессии тоже нормальный вариант погрустить если были департаменты счастья там в определенных областях то что это офис депрессии кстати я знаю кто будет выплачивать первый по этому закону своим коллегам памятник у нас есть это нардеп мялек который задекларировал 158 квартир он заплатит за боль и жаль всем остальным однопартийцы потому что у них нет 158 квартир даже можно почти в отцовском районе мне кажется что должен быть еще комитет не просто вот таких вот сих перечислить комитет наглости у одних вот наглости а те которые рядом они так смотри друг на друга зависть и желательно прозрачный украину чтобы не видели он просто ходит верховную раду с такой табличкой знаете как на вокзале там сдаю квартиру квартира не нужно до поинтересоваться в аппарате верховного рада не брал ли он компенсации на жилье потому что это в стиле депутатов и место 58 квартир еще взять компенсацию на жилье нет и вообще на самом деле он бы мог бы с другими депутатами кут которые там ездят других регионов которых нет не жаль да сказать знаете у нас у квартирка у меня есть могу так по демпингу 158 выбирай любую знаешь такой веер такой как раньше вот ордера да раз в форсовчике такая раз то есть выбирай ключи выбирай с видом на раду апартамента пентхаус да алексей можешь скупать овгз а можно сказать мне кажется должна быть еще новая должность депутат риэлтор обращается прям но очень нужна квартирка он такой списочек смотрят в зависимости от голосований не нравится могу новую построить вот сейчас закончик проголосую чуть-чуть буквально там земелька чтобы на проезд не можем ставить там короче подъезд еще вот часть проезжей части прописать людей много они потом уже придут и проголосуют вот это тоже схема схема ссылки голосов 58 квартирка нас там рекорд 350 человек в одной квартире в святошинском районе было прописано так а сколько здесь можно прописать а тут 300 на 150 целый город так это можно морские выборы вот еще один между прочим сценарий мы на роялти я думаю что намного местные выборы инициативы могут обращаться обращать мы по креативе мы как кандидаты кандидатам до нас уже еженедельная рубрика новости малюськи малюська напомню это министра юстиции это что вам показалось выступил с очередной ног сшибатель инициативой продавать законсервированные украинские тюрьмы законсервированные да ну как недвижимость то есть я думаю депутат мялек может задуматься чтобы вредить ее тюрьму вот 70 процентов поступления от продажи пойдет на новое строительство а также реконструкция старой тюремной инфраструктуры то есть все каждую неделю какие-то бизнес схемы предлагаешь а если эти квартиры возле метро я думаю что их можно бы сдавать тюрьмы продавать законсервированные кирилл он 2 тысячи лайков набрал или нет он же сказал что купит только и жена сказала разрешает к себе тысячи лайков наберешь то что он именно сказал розовый но 2 тысячи лайков интересно добрые люди нащелкали мы две тысячи лайков а он сам начнет мне кажется алексей малюска готовится когда его попросят министерство юстиции он пойдет работать в шапито у него же есть костюмчик инициативы соответственные цветочки он неплохой акробат да ну то есть как бы иллюзионист как минимум 95 квартал возьмут и они могут с дюбилетом на пару выступать дюбилет же там по моему джонглировать на карантине научился вот вот уже минимум два нормальных как бы и можно отправлять а потом кто третий я так понимаем министр финансов какие такие условия у нас вот представление условия сейчас сейчас министр юстиции в розовом зеленом аниматоры цвета цветочки а шляпа должна быть вот такая то есть она как бы выглядит такая потом такая раз вниз так и причем так тянется 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 и он такой что этот трюк еще гарри гудини проделал шляп опровод ребята вот такой вот для тебя нормальная идея в принципе опять таки ешь богатых да да нормально того и гляди еще получим траншек еще и не один кирилл какой-нибудь адский степанец у тебя там точно должен быть адский степанец да ой нет это совсем наша рубрич хотя кстати есть адский прямом смысле слова депутат от партии петра лисича порошенко ну куда же без него призывает взорвать ядерные бомбы в будапеште москве и санкт-петербурге и буду пешки да да не спрашивай зачем ну наверно потому что меморандум вот депутат тернобыльского горсовета тарас билан обратился в фейсбуке к зеленскому и потребовала создатели различные диверсионные группы но мы не знаю кстати что он до этого потреблял но говорит что дескать враги нас окружаются всех сторон и со стороны западной границы тоже поэтому вот венгрия которая требует от нас там какие-то общины венгерский на закарпатье все это надо пресекать ядерной бомбой сразу ядерную бомбу бросил и уже проблемы не одну как бы да нет проблем поручить энергоатому именно энергоатому почему энергоатому хотя там такая электроэнергия вырабатываем майнить криптовалюту нет совместно с научно-исследовательскими институтами хорошо хоть на название не перечислил срочном порядке создать 100-150 атомных зарядов и так называемых грязных бомб как средства сдерживания внешнего окресора дать их обязательно взять их виде стрел дать зеленскому лук послал гонца знаешь а не выполните наше требование я думаю что зеленский тут скорее и был же лидер савачолый гетман да лично зеленский тут как должен делать это боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа нептун с введением координат на территории государств венгрии российской федерации создать 50-100 диверсионно разведленных групп из числа добровольцев и волонтеров 1 почему не звучит что венгрию атомную подводную лодку венгрию только по дунаю что наш по дунаю это что это лодка подводная лодка в степях украины это более реальный вариант чем по дунаю наверно хотя прекрасная идея правда дирижаблем ребята дирижаблем видим что как бы карантин на людей по-разному влияет то есть как бы кто-то там спортом занимался кто-то там жонглировать научился а вот вообще такие креативные идеи кто-то там сидят тоже сидел думал стратегический план думал и тут ему вот эти фаллические символы в виде атомных ракет до байвала хоккей снилил 150 150 про его патрона по партии 150 грамм крупнокалиберного он был на таком шоке от своих одноправдиться что аж случайно забыл про камеры заговорил на русском языке у нас есть кусочек этого видео тоже мне сенсация понимаешь ли пунктом спел свежий альбом фейса это был бы номер на следующем допросе нет как так получилось что стрессовой ситуации это просто аура генеральная прокуратура он выучил язык врага что тут непонятно решил врага бить его же оружие стреножить как он сам говорил но он видите хорошо знает он прекрасно знает а вообще как вам вот имидж петра алексеевича вот эта маска черная да всегда быть в маске судьба моя более того презентабельно венедиктова пожаловалась что группа поддержки порошенко порвала пиджаки штатной охране генпрокуратуры что что бы зачем они рвали пиджаки вот и собирается вызвать по статье хулиганство минута просто пиджаки наверно были вот эти розовые зеленые моллюськины пиджаки может они порвали спешения не были моллюськины да да возможно а теперь выкатят счет окажется что пиджачок стоит а там вот при воде там как бы по спецзаказ вот решили специально помимо сейчас на правой аналогии с девяностыми моллюська в розовом то не в малиновом правда пиджаке но это же новый тренд новый тренд да да хотя по логике же быть зеленые пиджаки правда все-таки по курорской логике но кстати петр алексеевич у него тоже он же там тоже в таком странном одежде ходил там где у тебя кирилл есть в тунике в чем да в такой вот напоминающий ировская да да или фантомасов короче да вот такой полу 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 милитари может быть эти пиджаки или спец форму может малюска еще и спец форма уже придумал а почитать алексеевич рекламирует наверно хочет роялти на нас зарабатывает на всем и даже на собственном имидже кстати вот фантомас выглядел лучше кстати но разбушевался похоже не только не только да 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 разбушевался у нас так вот так течь мог прийти кстати вот в такой вот костюмчики мог генеральную проклят в исповинной его ж наверно как-то неожиданно вызвали он же не знал что будет не там нашли прислали типа дресс-код вот потом вот приходи появится зелено с дотриманием карантинных правил ты весь фильм фантомас этот цвет пиджака очень под маску подходит под стандартную стиль всегда на стиле это важно просто марина порошенко выбирала когда вот вкус есть вкус марина еще подрабатывает этим в культурном этом центре занимается общей украинскую моду пошире что у нас еще было интересного было у нас пожар в нацполиции где чудом не сгорело дело павла шеремета многострадальная да в источники в мвд несмотря на то что горение было в кабинетах следователей важняков и пожарные залили его от души водой сказали что все-таки дело уцелело так что неясно было ли это специальный поджог чтобы скрыть какие-то там улики но вот там наверно просто проверяли дело вилами по воде горят рукописи или не горят что в отделе важняков следует отдел от дела так и называют особо важными делами опасным или важным хорошо но это название важняк но нет каждую программу есть новое словечко то у нас был кабанов грызунов это который съел да у нас есть предположение что пожар устроили не случайно и могут им прикрыть продажу материалов заинтересованным лицах ведь не все материалы реально можно восстановить несмотря на то что они были в отделе важняков это кто такой смелый но полиция правда потом сказала что у нас она все равно все оцифрованно есть в электронном виде диджитализация то есть диджитал важняк ну в этом у всех приложения они туда значит это все завели в дию а ну там все есть базы на важняк важняк главное чтобы важняк не превратился в висяк потому что я думаю что может быть знаете вот так важняк важняк и висяк весняк важняк в зависимости от уровня расследования это уже реформа нацполиции еще нет это диджитализация это диджитализация очень интересно так давайте все виде важняк видео веселая как солнышко разогрела депутата илью киеву после чего депутат киева сейчас вы увидите начал мыть стекло и заправлять машины вот отрабатывает уже трудотерапия провинился на фракции пошел на заправочек главное что ректор от доволен главное что он снял с себя последнюю рубашку человек где-то смотрите вот видите человека время карантина физическая форма немножко не работает с избирателями в принципе когда вот моют вот так машины но он должен быть тоже в пене и должен как бы запасить я за гендерное равенство но почему когда вот мыть машины девушки да они всегда должны вот в бикини в пене быть на машинах и мыть не он же всегда говорит что он тоже за равноправие то есть он должен был как бы это наверно реализовать но нет мужского вики поняли на фон на форму он может быть и в этом может быть да вы не важно ну вот интересно комментарии почитать что-то написали было ли это встречи с избирателями на округе на округе можно ли это считать работой на округе если избиратели довольны если он за это денег не брал приехал исполнил депутатский долг знаете я вспомнил вот когда-то когда-то у австронгерский императора габсбурге у них был один день перед пасхой когда они мыли ноги всем не была такая традиция вот омывали да 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 связано с христианской традиции то есть могли приходить вот кто угодно даже самые там обездоленные и императоры вот и мыли ноги вот несколько модернизировал фантазии игоря и ваша мы как политологи просто проецируем ожидания общества то есть они же говорят что мы хотим видеть депутатов вот как бы без мишуры уважаемые зрители я жду в комментариях какая версия или какая фантазия вам понравилась больше мы так и сделаем якубин версус ретирович что вам ближе вот так вот чтобы императоры всем мыли ноги или депутаты мыли машины или в пене мы просто проверим я жду ваши комментарии до кива не отличился не только работой с избирателями он еще и ряд сделал достаточно каких-то завершил скандальных инициатив и как его предложил переименовать проспект бандеры в честь убитого сша джорода флойда дословно солидарность с американским народом разделяя их национальное горе трагической гибели чернокожего великомученика как народный депутат украины предлагаю объявить неделю траура в киеве переименовать проспект бандеры проспект флойда обратиться к митрополиту епифани с требованием канонизировать невинного убиенного и начать день почитания а также еще попросил обратился к шмыгалю с требованием выделить материальную помощь семье 10 миллионов рассмотреть возможность включения флойда список небесной сотни и признать естественно одним из ключевых участников революции гидности в соединенных штатах у меня-то интересно написал после того как по моему машину на солнышко напекло немного и как бы фантазии разыгрались ну обыграл да мне кажется хиво тоже скоро позвать нам на передачу он талантливый постоянно продуцирует информационные явно придется такими заготовочками не но а вот действительно почему бы не проспект флойда ну то есть улица кудри в макейна вас нормально все-все было хорошо макейна можно переместить макейна можно на флойда не во-первых макейн белый да кажется уже пора этого огнобил вьетнамцев да а поэтому за этого надо вот вот них снести улицы переименовать ваши памятники стимуне но где-то на есть население не потому что я тоже когда вот я же метро и и там есть у нас на одном и на одной станции написано улица макейна и но как-то так вот чужеродно смотрится а вот флойда нормально мне кажется вообще то есть как бы но почему я считаю что нужно быть перекресток ребята я считаю что должен быть вот улица флойда перекресток с пинг обязательно что-то было пинг-флойда пинг-флойда с точки зрения как там и стену еще потом задание глава офиса поставил что все регионы туристические магнитики разработали как что притягивать у нас вот будет такой вот фишка такая еще еще и еще идею который цапинг и улица да еще идею которую накануне выборов нормально отдали просто она да вот потому нужно мне кажется что ну все-таки мы должны как-то следовать мировому тренду америкая американскому такому ну смотрите вот сносят памятники колонизатором и как бы а декоммунизатором удастся сеть памятники у нас памятников пока декоммунизатор ну как это улица бандеры не ну декоммунизатором те которые этим всем они не успели поставить себе памятники молния в штатах разорвала самый большой национальный флаг штатов в мире штате висконсин удар на молнии разорвала самый большой национальный флаг это какой-то наверное смотри как вот интересно я думала это новость молния свежая такая а это оказывается молния . разорвала самый большой американский флаг а то может флаг то сделан в китае это очень вероятно я думаю что однозначно часть прессы так и подала то есть рамп там наверняка уже нашел бирочку made in china вот если бы мы вернули производства домой никакая молния было бы вообще сделала не разорвала не думаете что это же один из супергероев молния flash может это он бэтмена мы видели уже на улице на протестах было было может это просто проделал флеша действительно как мы можем увидеть если у нас только быстро что как бы до взял и разорвал но почему именно американский флаг протесты протесты в одном американском фильме человек года там вот подняли этот вопрос что надо вот судить людей очень серьезно которые там спали вот американские флаги главный герой предложил а вы его с асбеста делайте его тогда не молния не разорвёт и спалить его ну а кстати в сша разрешено можно сжигать американского суда ну тогда молния в принципе отделается устным предупреждением в штатах разрешено памятники сносить в сша на цех протеста снесли и утопили в озере памятник колумбу есть соответственно колумб ни в чем не виноват а нет чтобы в испанию вернуть памятник на родину а не надо было вот это в америку приплывается сидел бы дома да но что самое интересное в принципе так колумб в северную эту америку и не плавал как это северную америку колумб не плавал на юг северной америки он как бы в южной америке все открывал и там в карибском бассейне да а как бы в северную америку плавали кто мэлфлауэр англичане обед а да да бедный колумб а бедный колумб и он заблудился и он заблудился не ну как бы он еще и золоцк золотко так бы оттуда ну он как раз особо не успел вот трагедия человека то есть как бы плодами его открытия пользовались другими а он умер в бедности в принципе в бедности в относительных в относительных король добиться король был в определенный период в относительной безвестности вот если он еще не знал что какой-то колумб как родоначальника по сути расизма и амбаркерида у нас есть памятник колумбу у нас в киеве в барселоне есть надо забрать барселоне надо приготовиться если в вата где-то в бирмингеме в англии уже снесли там ряде колонизатору до колонизаторов в лондоне уже так и подумывают и чертеля прибрали лишь барселоне приготовиться вообще там есть колонна нельсона смотреться это известный колонизатор на это точно а еще там есть британский музей где тоже очень много колониальных всяких штук надо раздать обратно обратно но я например считаешь греция великобритания обязаны им отдать частью акрополя они же действительно не забрались и греция до сих пор не может вернуть он же давно требует и а потом а потом можно и афроамериканцев в африку вернуть со штатов но тут просто другой нюанс что все-таки это же люди которые родились уже в сша да они все-таки американцы они же колонизировать африку обратный рикану колонизации клонизации в штатах всего набора возвращается к эпохе колония колония лизма потому что в лос-анджелесе прошел митинг на лошадях есть у нас тоже этот прекрасный кусочек видео вот конная гвардия скажите как у вас вы бы вот поучаствовали на очень а экологично смотрите но с одной стороны да с другой стороны вам кто угодно скажет что содержать лошадь по нынешним временам дороже чем автомобиль поэтому я бы вот присмотрелся к людям которые едут на лошадях какой класс они представляют буржуазии наездников наездников кочевников кто командир будион или ворошилов кто предводитель какой класс буржуазии не ну не на что красиво 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 у нас тоже есть конная полиция если я не ошибаюсь я тоже красиво выглядит есть до внушительно красиво парки патрулируют все лошади ухоженные все как бы экологически покататься ну пофоткаться точно трамп ведет пошлины на авто из европы ну правильно тема авто если есть лошади вот если там нет нет пошлины на американских лобстеров то есть лобстеры меня на автомобили как 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 тебе такое что же это карантин сделал с европой если они прямо на американских лобстер подсели да и без них как бы пошлины но европа может сдаться принцесса ребята это опошлины и лобстеры да опошлины и лобской лобстер через атлантику кстати вот этот комитет который наглости и зависти они вот следят друг за другом этот лобстеров опошлины на прозоро покупали трампа возмутило трампа возмутило что лобстеры поставляемые в европейские страны канадой не подпадают под пошлины а американские подпадают хотя они что с одного с одного миссисипи выплывая не просто кажется что там не совсем понял знаете вот логику можно же самом деле американские выдавать за канадские ну как вот беларусь например не до конца уловил тренд что можно же так бы просто мы называйте все таки его оправдаем он не успевает у него такое количество идей он ими фонтанирует он пока с одного этажа белого дома пока белого дома вроде в этом переименовывать собрались как бы не политкорректно тоже спускается на второй этаж он уже забывает про половину идей то есть что-то где-то там ну я не знаю черный черный дом я слышал но просто разноцветный дом разноцветный дом нет в колор дом в радуге цвета радуги в цветах радуги правильно я так понимаю да rainbow rainbow house отлично звучит так мы уже американцы у нас плюс твиттеру не успевает вот в это количество знаков вот вместить идею которая него возникает вот он печатает ее быстро и ну вот лобстеров заметил лобстер house верховная ради начали подозревать что белорусский лобстера могут не белорусские и вообще в борьбе за будущее нардеп яценко потребовал запретить возле украины элитных деликатесов сам наверно он их уже от души наел так вот законопроект подразумевает запрет импортно фуа-гра вот в частности как отмечают яценко фуа-гра является продуктом насильственного кормления птиц для увеличения их печени это правда вот и вот он считает что надо прекратить издеваться над уточками за границей не вот интересно а у нардепа яценко нету случайно своей фермы за грак да где-то здесь но у нас понятно другое отношение у нас все можно спросим уж президент отечественных омон покупал чтобы тоже я не я не удивлюсь я не закрывать он там называется по моему шоффдер как-то вот так вот да в сути тот же хамон но как бы кстати надо смотреть а сам яценко случайно не ел фуа-гру в знаменитом ресторане велюр который он посещал на видео велюровая фуа-гра кто-то вообще был в велюре меню там виде я вот не был к сожалению да чайочек по 650 гриве ритологи мы же ходим по критичным мы можем кофе попить напротив велюра да или чуть чуть выше в парке там как после альма-матер там попить курицу погрызть лобстер с пакетика сухарики со вкусом лобстера помогает так лобстер вытяжуем и евро въезд там пошли на у нас можно сша вообще надо помогать ведь они все нуждаются в дополнительных послаблениях ну что желтенький что там у тебя есть еще веселые новости градостроения в киеве стройка торгово-развлекательного центра началась во время карантина прямо над трамвайными линиями и откусила часть дороги вот собственно пока трамвай не ездила за карантин или воспользовались застройщик и решили что он уже и не будет ездить а зачем ну как вам вот такая я был инновационное архитектурное решение а вот это вот украинская традиция там щебуречки да а это под помидорки да да причем наверное уже громадские слухания провели и громада сказала мы не против нафиг нам этот трамвай мы короче как бы не трамвай там ездит он ездит там какая бы концепция какая я понимаю внутри ездит а в тоннеле трамвай внутри заезжает квартирка сверху будет продаваться с опционом да то есть дробежание дробежание ежемесячный проездной на трамвай это лакшери вибрация вибрацию эффект присутствия дополненная реальность про эффект присутствия можно тоже получить полный набор ощущений если проехаться по трассе полтава кишинев потому что там просто скажем так большая стройка не дошла еще не а мне кажется какой-то вот прям космические метеориты долетели то есть это та дорога гройсмана которая ведет к стене вот даже не только одессары не понимаешь кишинев можно еще еще из полтавы заползти так это вообще стратегическая трасса полтава кишинев конечно и вот эту фотографию надо использовать как вот публичное обращение к офису простых решений до что наконец-то вот михаил саакашвили обратил не может это он уже не приехал это же простое решение офис перенес туда до офис перенес он уже приехал пусть они немного парну я думаю что немножко как бы не очень не его я его когда-то видел он ехал на улице там мягко говоря было не такая машина или карте и карте что же был да нет я просто и шел там просто шел рядом возле где-то киевской лавры куда-то гулял и увидел как он там ехал да это было давно до карантина кстати еще у нас есть прикольное видео шварценеггер уже не впервой снялся в рекламе для виталия кличко то есть он уже подрабатывает со слегком своими или без железной армии ну мы даже вам покажем кусочек домашний ну вот я к тебе на любите киевами я к тебе на любите киевами теперь еще и шварценеггер снялся в ролике за еду похоже что за еду вот это пикнулись с роликом да за лобстер залог а кстати не и если киев то за киевскую котлету тогда уже как бы много может быть ну да каштаны же где каштанов и т.е.м. перепечку вот так запаковывают ну нормально здоровое питание можно себе позволить иногда читмил да сидеть на их них гамбургерах чизбургер а тут не снимают очень много роликов где он своего ослика кормит морковочкой на завершение поставить еще любимую рубрику наших зрителей новость про гордона вот гордон наконец-таки признался что владеет гипнозом и понемногу шаманит как вам такие новости игорь когда никто не видит но прям вот вот прям что так гипноз не знаю ну ну у него не он понятно как бы более в этом разбираться я тогда тебе немножко подскажу я хотя не владею не гипнозом не этим шаманизмом но вот вчера у нашей коллеги соведущей александры был день рождения что и мы да в том числе у нас есть к сашеньке подарочек в стиле нашей программы что это пульт управления вселенной подожди зелененькая можно только нужно осторожно можно нажать это на банковую сразу позвони и позвони на банковый зеленая кнопочка зеленая зала и зеленский такой а звук она издает но можно попробовать только так нужно старую мне кажется на кнопку управления вселенной нет это фишечка в можно знаете зеленая фишечка я казино и поставила на зеро выстрелил так а кстати может быть и оружием очень я же говорю и вот тут вот навыки гордона могут пригодить на что попасть вот вы прям вот как светофор смотрите вот можно можно желтенькая зелененькая и и красный кнопочка управления вселенной очень очень мило у меня тоже есть небольшой призем но он такой более более символически да не рошен спасибо большое вам зрителям смотрите подписывайтесь на обновление очень интересный выпуск и комментарии ваши жду кто все-таки рейтерович или якуб я фантазия я еще раз подчеркиваю мы просто ретрансляторы фантазий избирателей еще раз поблагодарим нашего друга игоря рейтеровича четвертого кандидата в программе три кандидата до скорых встреч до следующей недели не встречи